Будем достойны исторической ответственности, которая легла на наши плечи. Спасибо за внимание. Нет глубокого языка. Язык плохой. Даже нет людей, кто бы за хорошие... Такое ощущение складывается, что он долго ничего не видел в стране, вдруг поутру проснувшись, осознал, экономика разваливается, финансы почти рухнули, наука не финансируется, культура деградирует. Поэтому... Здесь четко сказалось, что предуманное разграничение, что вот президент... Не предуманное. А с точки зрения содержательной части, это популистка, тактика краденных лозунгов, все лозунги крадены у нас. Мы о них пять лет говорим. В подвале, где сауна, гараж, вот там все шуми отбегают дети, внуки, племянники, и все это будет целесо. Мы в этом смысле поддерживаем послание президента, что должна быть свободная пресса. Мы можем сказать здесь, что что-то есть новое, по сравнению с тем, что было дважды, вот, в 94-м, 95-м году, послание 96-го года, можно было бы назвать, как в Америке, это был новый курс Рузвельта, здесь мог бы быть новый курс Ельцина, если только это будет еще и осуществлено. Он всегда считал коммунистическими beliefs и коммунистическими идеологами, или демократическими идеологами, как просто способом получать больше и больше power. So now, if, to gain more power, he will have to discard democracy, or to forget about that, he will do it. I would say we are looking for some candidate who will be simultaneously morally acceptable for the democratic wing of our society, and at the same time he could really win in the elections, and unfortunately these two factors do not combine in any single person right now. Продолжение следует...